Друзья мои дружочки, сейчас я расскажу про жесткие футляры, которые есть у нас в мастерской. Вот, например, свежайшая разработка, это жесткий футляр для крестьянской желейки. Этот футляр ничем не пробьешь, его можно бить, пинать, вот, и доставать из него инструменты, играть. А потом смело класть, закрывать и снова бить, пинать, не знаю, самолет в багаж отдавать, почтой отправлять, что угодно. Вот, также подобные жесткие футляры в красивой тканечке, но с очень твердой основой, проломать ее просто нереально. У нас наши двойные пищики, они тоже в такой основе. Вот, тоже поиграл такой, раз такой положил, и тут такая абсолютно инновация, супер закрывашка. От нашей изобретательницы жестких кофров Ганны. Вот, и, конечно, следует отметить, следует отметить наши прекрасные деревянные футляры. Сейчас они есть только для Висла Фрея, есть светленькие, а также есть темненькие для желающих. Вот, и Висл в них прекрасно, прекрасно лежит. И еще у нас есть футляры, деревянные, красивые кутляры для Авлоса модели 3. Вот, очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень хороший футлярик. Вот так закрывается замочек просто красивенький, такой, ммм, тут такие петельки, просто супер открываешь, такой, берешь, играешь, закрываешь, и снова его куда хочешь кладешь. Куда хочешь кладешь, и ничего с инструментом не страшного не происходит. Также у нас ожидаются деревянные футляры для двойных окарин. Деревянные футляры для Вислов побольше, Вислов ДО. Вот. Ну и, естественно, под заказ мы делаем практически футляры под любой инструмент. Помнится, делали и под селефлеты, и даже под лоу-вислы. Вот. Так что все можно положить в жесткий кофрик, в жесткий футляр. Деревянные футляры мы делаем, ну, они стоят отдельно, то есть это надо отдельно договариваться. А вот крестьянские жалейки, крестьянские жалейки и двойные пищики у нас комплектуются вот этими вот жесткими, с жесткой основой и покрытым материалом футляры. Они комплектуются вместе с инструментами, идут в комплекте. А вот уже деревянные красивые такие открывающиеся футляры, это уже отдельное дело, о нем надо как бы отдельно договариваться. А жалеечка и двойной пищик, они уже упакованы. Также следует знать, что если вы заказываете инструмент без футляра какой-то, без футляра, то мы его все равно запакуем в очень жесткую, такую непробиваемую упаковку при пересылке. Поэтому бояться вам совершенно нечего. Но это будет не футляр, это будет просто жесткая упаковка. В отличие от крестьянской жалейки и двойного пищика. Вот, все остальное мы все равно при пересылке мы делаем такие посылки, которые, ну мы их проверяли, мы их молотками били, мы их ногами пинали. Никакая почта России их не пробьет. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова